Коммунистический режим Коммунистический режим Коммунистический режим Возможно, со временем это нам даст возможность мирным образом и сменить политический строй нашей державы. Давайте выберем этот пункт «Начать политические дебаты». И посмотрим, как он нам дальше будет влиять. Давайте посмотрим. То есть рост популярности у коммунистов идет, у фашистов падает, у демократии еще 13%. Ну вот, можно было бы, кстати, тоже выбрать, чтобы вообще демократические партии были запрещены, и оставалось бы только две партии. Так, ну что ж, давайте тогда сейчас процесс ускорим, будем смотреть, что будет происходить в мире. По ситуации, по возможности, буду к вам возвращаться, и будем вместе смотреть, что происходит. Был изучен национальный фокус поддержать фашистов в Испании. То есть что он нам в дальнейшем открывает? То есть мы можем создать Итало-Испанский союз. Либо потребовать Балиарские острова. Так, давайте посмотрим сначала, что стал Испанский союз, что он даст. Франко-испанские националисты являются нашими естественными союзниками. У нас одна религия, культура и идеология. Вместе мы могли бы захватить Гибралтар и значительно сложить жизнь британскому флоту. Так, и второй вариант. Мы поддержали режим Франко и теперь имеем право потребовать одну из важнейших территорий, которым мы помогали защищать. Балиарские острова должны быть переданы Италии, чтобы мы закрепились в Средиземноморе. Давайте выберем именно этот пункт. И посмотрим, что как дальше будет складываться. Так, что посмотрим. А, здесь сначала должна Франксистская Испания победить. Только в таком случае мы сможем выбрать. Давайте тогда оставим. И когда они победят, или либо не победят, там уже увидим. Выберем вот этот уже национальный фокус. Так, а здесь давайте выберем пункт «Дружить с Болгарией». То есть Болгария недавно вошла в нашу зону влияния. Этот союз является ключевым для успешной политики Италии на Балканах. Да, давайте именно по этой ветке пойдем сейчас. Так, ну что же, ждем, когда будут какие-либо действия. Национальный фокус будет выполнен снова. К вам возвращаюсь. Знаете, я вот так вот посмотрел. Вижу, что у франксистов не очень получается в Испании. И решил, что давайте-ка мы им поможем. То есть начнем ленд-лист в данную страну. То есть начнем поставлять какие-либо наши оружия. Давайте посмотрим, что мы можем им предоставить. В принципе, можно даже вот устаревшее оружие им предоставить, чтобы мы ежемесячно... Ну, давайте вот, ну, примерно по тысяче единиц этого оружия поставляли. Ну, вот даже, кстати, базовый пехотный есть. Давайте вот это из Эфиопии тоже им сольем. Сразу вот по сто штук пусть. Ну, пока хватит. Если что, потом изменим. Государство Франксистской Испании приняло ваше условие ленд-лиза. Наша материальная поддержка поможет ему в борьбе. Я надеюсь, что это все не зря. Так, вижу, тем временем верфи у нас освободились. Давайте посмотрим, что у нас еще строится из кораблей. Вот линкоры строятся. Так, инцидент с Гинденбургом. Сегодня чудом удалось избежать катастрофы, когда на немецком дирижабле Гинденбург при посадке на базе Лейк-Херсте в США была обнаружена утечка топлива. Утечку удалось устранить. Ладно, да всем похеру. Так, мы с верфями сейчас разбирались. Давайте отправим их сюда просто. Так, и теперь нам ресурсов не хватает. Что ж такое? Чего вам не хватает? Давайте посмотрим. Нефти вам не хватает. Нефти, нефти. У Америки возьмем. Немножко. Стали нам не хватает. У французов возьмем. Так, еще походу надо. Ну, хватит? Нет, не хватит. Еще надо. Жертвуем фабриками, чтобы нам хватало ресурсов. Так, и хрома не хватает. Давайте у Турции возьмем его. О, отлично. Так, и снова нам доступны решения. Давайте глянем, что у нас тут есть. Антидемократические рейды. Подготовка к гражданской войне. Пока, думаю, не стоит. Нам нужно, чтобы у коммунистов побольше поддержки было. Кто-то стреляет. Так, демократические рейды давайте сделаем, чтобы снизить популярность у демократов. Выберем этот пункт. Посмотрим сейчас, что у нас происходит. Так, а тем временем. Так, коммунисты у нас 34%, демократы 15% и фашисты 50%. Отлично, скоро у нас будет уже большинство. Так, ну что же, ждем. Надеюсь, у Франка получится. Так, национальный фокус. Дружить с Болгарией был изучен. Так, давайте зайдем. Так, что это нам дает эффект? То есть, больше будет у нас чего? Акцент на дипломатии. Мнение о государстве Италии изменится с плюс 40. Отлично. Так, вот смотрите. Сейчас сам интерес тоже начинается. То есть, что мы можем выбрать? Дружить с Румынией. Удар по Франции в дальнейшем. Италия прежде всего. То есть, создать свой альянс. Либо идти вместе с Германией. Так как мы будем коммунистами, с Германией сразу у нас отпадает. А, все, понял. Мы можем выбрать Италию прежде всего и далее дружить с Румынией. Так, ну да что ж. Давайте тогда изучим дружить с Румынией. То есть, в наших интересах было бы вовлечь Румынию свою сферу влияния, опираясь на живущих в этой стране итальянцев. Дуччи видит, как в Железной Гвардии большой потенциал. Но Дуччи скоро все равно не будет, поэтому... Ладно. Так, тем временем Болгария хочет заключить панк о ненападении. Принимаем. Так, и доступность нового решения. Что тут у нас есть? Подготовка к гражданской войне? Нет, пока не будем. Сначала, я думаю, нам надо полностью, чтобы коммунисты были у власти, а там уже и начнем замес устраивать. Так, что тут тем временем? Слушайте, а походу здесь республиканцы сейчас зажмут. Ну, с другой стороны... С другой стороны... Ну да ладно, увидим. Ждем тогда. Итак, а пока мы ждали, тут уже начался походу какой-то редкостный замес. Так, смотрим. Сначала инцидент на мосту Марка Пола. То есть это где-то там на Южной Азии произошло. Так, и началась война. Сибэй Саньма вступает в Альянс Объединённый Китайский фронт. Государство Шаньси вступает в Альянс Объединённый Китайский фронт. Государство Синьцзянь вступает в Альянс... Короче, вы поняли. Тоже вступает. Юнань тоже туда же. Гуансийская клика тоже. Так, и завершено исследование. Ах, отлично. А, образованный Китайский фронт. Ну, наверное, с этого было начинать. И Япония объявляет войну. Вот с чего всё пошло. Объявляет войну Шаньси. Что, подождите. Мне кажется, одна паузу поставить я не успеваю даже. Так, улучшенное пехотное снаряжение. Так, давайте зайдём. Советский Союз проводит чистки в рядах офицеров. Короче, я говорю, замес пошёл. Так, давайте вот ещё. Оружие огневой поддержки 2 изучим. Так, и доступный чек для исследований. Ещё одна. Так. Ну, давайте следующее оружие. Индивидуальное коллективное стрелковое оружие, а также прочие элементы экипировки пехотинца. Исследуем. Так, и доступное решение. Давайте посмотрим. Запрет демократических партий. Подготовка гражданского войны. Давайте запретим демократические партии полностью. Так, продолжаем. Сейчас смотрим, что. Здесь пока в гражданской войне непонятно, что происходит. Так, и всё. В правительстве осталось 2 партии. Коммунисты 41% и 58 фашисты. Ну да, скоро будет гражданская война, чувствуется и у нас. Так же, как у испанцев. Ну что же, ждём, что будет дальше. Итак, мы изучили национальный фокус дружить с Румынией. И как видим, там Румыния нам уже предлагает пакт о ненападении. Сейчас подпишем. Так, давайте сейчас найдём наши национальные фокусы. Так, Италия прежде... А, вот, смотри, а, нет, всё, получается, да, всё-таки Италия прежде всего. То есть мы будем свой альянс делать, и Югославия будет создана альянс. Новая Римская империя. Государство Болгарии сразу вступит в альянс. Так, акцент на дипломатию. Так, Югославия к нам будет хорошо относиться. Хорошо изучаем. То есть мы уже начинаем идти по разным веткам судеб с Третьим Рейхом. Так, крыльца Румыния хочет заключить пакт о ненападении. Давайте. Так, и я думаю, что в дальнейшем, когда у нас коммунисты уже к власти придут, то нам придётся своих союзников тоже переманивать на сторону коммунизма. А там, возможно, и война, а там, гляди, чего-то будет. Что же, ждём. Так, спадайте, посмотрим. Тут непонятно, кто кого всё-таки. Хотя франксисты уже зажимают. Ладно. Так, давайте сразу глянем, что тут у нас происходит во Франции. Большую батарею какую-то исследуют. Так, Третий Рейх. Так. Одну минуточку. Вот это интересно. Италия переживает классовый конфликт. Коммунистическое революционное движение, ранее пользующиеся поддержкой лишь маргинальных интеллектуалов и отчаянных бунтарей, неожиданно стало набирать популярность в среде итальянского рабочего класса. Уже сам тот факт, чтобы всё больше людей готовы перечислять себя к какому-то классу, показывает, что идея марксизма распространяется не только среди тех, кто явно стремится к свержению правительства. Национально-фашистская партия оплакивает такой разворот общественного мнения и горюет о тех временах, когда для людей было важно слово «итальянское». Похоже, что революция уже свершается в обществе на различных уровнях, и остановить этот процесс невозможно. Да, люди могут называть себя как угодно. Да, походу у нас скоро жара начнётся. Да, почти 50 на 50. По процентам. Так, я хотел бы смотреть, что у нас следует Германия сейчас. Киди Эйфваген. Угу, понятно. Так, СССР. СССР, модернизация железнодорожной сети. Так, вот что, кстати, хотел бы посмотреть, что у нас сейчас, какие альянсы вообще существуют. Давайте глянем. Ось, одна Германия. Союзники, Англия. Ну, понятно, там ещё всех их доминион и всех территорий. То есть, Индия, Австралия, Канада и так далее. Коминтерн. Ну, здесь СССР, Танатува, Монголия. То есть, в принципе, пока ничего интересного. Тогда будем ждать, когда интересный будет. Тогда снова замедлимся и посмотрим. Итак, государство Италии планирует заключить развернутый военный пакт. Стремясь изменить баланс сил Средиземноморья, государство Италии прощупывает почву для создания нового альянса в этом регионе. Как утверждает Муссолини, альянс Новой Римской империи, созданный прежде всего для военных целей, сделать Италию центром нового мирового порядка. Увидим. Так, вот видели, что, видимо, изучили национальный фокус. Смотрим, что дальше он нам дает. То есть, уже, получается, война с Англией. Будет получена цель войны. Так, интересно. Дружить с Японией. Удар по Франции. Война с Грецией. Так. Вот это, кстати, интересно. Давайте-ка вот изучим. Или, думаю, не стоит. Война с Грецией. Что это будет за Римской империей, если мы не включим ее в состав Грецию? Эта страна станет легкой добычей. Вы понимаете, я просто так вот думаю, сейчас у нас революция тоже. Мы сейчас тянемся войной. Возможно, вообще можем в пролете оказаться. Поэтому давайте пока все тоже это оставим. Изучение политики. Пойдем уже изучать промышленность, армию. Чтобы нам было легче усовершенствовать ее. Давайте вот начнем так. Дополнительная чейка исследований. Чтобы исследования проходили быстрее. Так, измене в правительстве. Так, давайте посмотрим, кого мы можем пригласить. Так, что это нам дает? Поддержка демократии нет. Действия партизан пока не надо. Прирост политической власти. Защита смены диалоги пока рано. Мнение при общей диалоге. Скорость конверсии. Так, это в принципе интересно. Когда на дустрое есть скорость строительства. Фабрик, инфраструктура. Военных заводов. Уменьвение на торговые сделки. Улучшает мнение. Мнение о ком или про что он улучшает. Посмотрим. Выберем его. Пусть улучшает мнение. Понятно. Непонятно только чье и какое. О чем. Так. Изменение правительства. Все произошло. Так. Что у нас? Гитлер там исследует. Ожижает уголь. Франция. Франция. Боевой танк. Англия. Общее перевооружение. В общем, все готовятся к войне. Одним. То есть СССР. Трансарктические перелеты. Понятно. Польша. А, вложение. Тут, господи. Прочитал вторжение. Я думал, Польша с ума сходит. Ладно. Ждем тогда продолжения. Солдаты дезертируют и идут в красные партизаны. Капиталисты-националисты хотят, чтобы вы проливали за них кровь на фронте и убивали своих братьев из-за споров, которые никак не касаются рабочего человека. Вместо того, чтобы с оружием в руках идти против рабочих, сражающихся за свободу в своей стране, обернить его против угнетателей и свернителей тиранов. Армия, которая раньше была плотом патриотизма и верности, оказалась уязвима для коммунистической пропаганды, стремительно распространяющейся в государстве Италии. Солдаты дезертируют, отказываются сражаться в свою родину, а порой даже примыкают к партизанам, которые заявляют, что готовят революцию. Возможно, они хотят жить по-другому. Да, все верно. Я просто думаю, что нам лучше все-таки коммунистов поднять побольше, чтобы, соответственно, когда начнется гражданская война, нам уже было легче как-то там добивать старый режим. Пока что ждем. У нас поддержка коммунистов 54%. Ну, чуть-чуть у нас перевес теперь стал. Так, хорошо. Тоже интересно. А революция, она, скорее всего, все вот на этом полуострове будет происходить. Или в Африку тоже придется. Ой, не знаю. Даже пока еще не задумываюсь об этом. А тут я заметил, что доступные решения нам сейчас стали, и у нас есть возможность проведения всенародного референдума. Заручившись достаточной поддержкой, мы можем провести референдум об изменении политического строя без излишнего кровопролития. Вот, это, кстати, очень хороший пункт. Давайте-ка выберем его и посмотрим, что произойдет. Коммунисты требуют референдум. Марктистские идеи закрепились в государстве Италии довольно давно и пользуются все большей поддержкой. Уже не просто политическая теория, а настоящее движение, объединившее всех недовольных рабочих, которых некоторых знаменит. Так, 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 так. У коммунистов нет веры, что их лидер Муссолини захочет проводить предлагаемыми реформами, поэтому требуют немедленно провести референдум в смене власти. Мы еще можем попытаться перетянуть общественное мнение на свою сторону, но если попытка окончена неудача, все может прийти к революции. Уж лучше референдум, чем кровавый бунт. Да уже все равно. И, а, все. Вот так-то все быстро, смотрите-ка, мирно, без потерь. Мы стали коммунистами, мы теперь называемся Итальянский Союз. Ну, конечно, у нас фашисты во власти остались, но думаю, что скоро их не будет. Так, ну все, у нас сменилась идеология, кстати. Сейчас начнется интересно, то есть мы можем, в принципе, сейчас начать великое продвижение коммунизма по всей Европе. И даже, может быть, готовиться бороться уже с фашистами. Так, а давайте, знаете, что посмотрим. Какое у нас отношение теперь с Югославией стало? А, Югославия, все прекрасно. У них, правда... Угу. Слушайте, а если мы сейчас... А, мы не можем на них нападать, оправдать цель войны. У нас пакт о ненападении. Разорвать мы его можем 26 апреля. О, то есть еще не скоро. Понятно. Так, неинтересно. Кстати, еще здесь такой прикол мы можем, в принципе, так сказать, поднасрать Гитлеру. Оправдать цель войны на Австрию. Потому что он же все равно будет ее аншлюз устраивать. Опа. А у нас политической власти не хватает пока. И, в принципе, начать ее захватывать. Давайте так и сделаем. Сейчас давайте армии пусть у нас готовятся. Сейчас я их как раз выстрою по границе. Так, так, так. Кто ж пойдет? Кто пойдет на Австрию? Посмотрим, что нам это даст. Так, ты встанешь здесь. И пойдешь на Вену. Вот сюда. Так, ты. Какой-то недовольный. Давай-ка ты пойдешь вот сюда. Тебе будет задача попроще. Линия наступления. У тебя все понятно. Вот это все граница. Это все будет за тобой. Так, ну что, ребята, готовьтесь тогда. Ждем, пока у нас сейчас очки подкопятся. И мы будем кидать претензии уже на Австрию. Ах ты, Гитлер, что ты задумал? Мы только хотели взять Австрию. И ты уже деготовишь аншлюз. Короче, ребята, операция отменяется. Потому что явно у нас претензия будет обрабатываться, ну, где-нибудь, может, несколько месяцев, а то полгода. Сейчас они уже изучат. Соответственно, Австрия уже придет к ним. Отлично, Кито. Значит, итальянцам нам ничего не достается в таком случае. Хорошо. Кого бы еще нам выбрать? Все. Так, мы изучили дополнительную ячейку исследований. Так, давайте посмотрим. Что мы можем выбрать вообще? Удар по Франции. Я думаю, нам пока еще не стоит. А, во, смотрите-ка, вот еще есть. Дружить с Турцией. Дружить с Грецией. Претензии на Турцию. Что нам важнее? А, еще война с Грецией. А, нет, войну с Грецией мы не можем выбрать. Так, так, так. Что же нам выбрать? Если мы будем дружить с Грецией, то мы не можем дружить с Турцией. Претензии на Турцию. Давайте вообще сделаем вообще нереальную историю. Так. А, мы не можем, потому что у нас уже коммунизм. Замечательно. И вообще не можем. Отлично. Мы изменили диалогию, поэтому теперь вообще не можем по этой ветке идти. Блин, так неинтересно. Ничего нам делать теперь? Ну, мы будем качать тогда армию и вот эти национальные фокусы. Ну, наше море давайте выберем. Так, планетичейка для исследований у нас появилась. Что мы можем сейчас покачать? ВМФ. ВМФ. Авианосца. У нас ни одного авианосца нету даже. Прикольно. Морская высадка-то у нас. Ага. Транспортный корабль исследована. Ну, давайте высучим десантный суда. Чтобы у нас высадки с моря потом мы могли делать. Так, доступны решения. Антифашистские рейды. Обещание мира. Нет, давайте мы уже мир не будем обещать. Мы будем отстаивать интересы коммунизма любыми способами. Антифашистские рейды. Так, так, так. Давайте посмотрим. Осознав свою стратегическую слабость, Югославин начинает реализацию программы ускоренной модернизации и расширения. Поскольку делаем так. Не терплогатель, Югославинские власти настаивают на немедленной доставке перевозки самолётов прямо с завода. Ну, на. Блин, да ё-моё, вы меня сбили. Я хотел... А, я выбрал, да? Всё. Так, а стажите-ка, у меня сейчас по заводу... Так, одна армия готовится. У меня на заводах сейчас самолёт начнут сами производиться, что ли? Я же вроде их не выбирал. Ну, я вроде как бы пообещал, но... Ну, как бы хрен знает. Ладно, давайте тогда так сделаем. Чего у нас сейчас не хватает? У нас всего хватает. Ну, давайте. Хотели чего там? Бомбардировщики. Морской бомбардировщик. Ну, морской. Куда-то у меня попало. Вот сюда, да? Опять ресурсов, чего не хватает. Ну, да. Всё равно будем вас потом захватывать, свои же самолёты заберём. Так что мы ничего не теряем. Как только пакт перестанет действовать, угославы готовьтесь. Так-так-так-так, ресурсы. Блин, резины всё равно не хватает. Ну, давай. У меня уже все заводы... Ой, все фабрики заняты уже. Так, тем временем фашисты теряют своё влияние. Так, а что если вдруг... А, кстати, как у нас с Германией отношения-то после этого стали? О-о-о-о. Интересно. Хорошо. Так. А в Швейцарии? Что ты думаешь, если вдруг... ...оправдать цель войны? Да-то ё-моё, опять не хватает политической власти. Да что такое? Она вообще, наверное, мало пребывает сейчас. Да нет, нормально. Хрен его знает, в чём проблема. Так. Короче, ребята, отбой. Австрии нашей не будет. Нам Гитлев всё испортил, или мы слишком протупили. Греция, Греция. Греция. А может быть, на вас претензию сейчас кинуть? Да ё-моё, опять не хватает. Давайте попробуем. Я уже просто не знаю, куда податься Итальянскому Союзу. Видимо, у них уже руки чешутся. Так, ну чё у нас там? В Испании всё непонятно до сих пор. Война всё идёт гражданская же. Будем ждать тогда. Так, а тем временем видим, что в Индии Национальный Конгресс держал верх на выборах в провинциях. Ну, в принципе, это пофигу. Неужели голоса что-то изменят? Всё правильно. И аншлюз Австрии произошёл. Так, по сообщению, какого сопротивления не было, немецких солдат встречал на улицах восторженная толпа. Да, мы должны укреплять границы, потому что Третий Рейх теперь уже вот такой. Соседи. Так, ну что ж, я вот всё думаю. Сейчас тут посмотрел, а если мы предложить вступить в Альянс Республиканской Испании, сможет помогать друг другу воина. Они не согласятся. Мы же коммунисты. Вы чё? Охренеть. Слушайте, а давайте вообще посмотрим у нас... По дипломатии мы... Да всё с тобой понятно, иди. Так. Коммунисты, кто не... Коммунистический Китай, Парагвай. О, давайте-ка Парагвай можем пригласить? А, не можем. Почему? Они не хотят. Чё, нормальный Альянс. Чё вы сразу-то? Кто ещё у нас? Синьцзян, Итальянс. Да ну нафиг. Коммунистический Китай. А, они уже являются членами. Создаёшь тут Альянса, никто в неё не идёт. Так. На кого бы порвать? Просто я не знаю, кому... Давайте у нас Швейцария... Блин, Швейцария, мне кажется, это вообще будет жёстко. Мне кажется, мы их не захватим вообще никак. Они... Потому что тут... Мне кажется, это плохая идея будет, конечно. Чё это у нас? Бельгия. Так. Минус 12. Смысл и создана минровая напряжённость. Мы вообще никого не трогали. Там эфиопов помяли чуть-чуть и всё. И то они сами не сопротивлялись так особо. Так, 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 Греция. А что если? Ага, Греция. А как мы будем на вас? Мне кажется, если не... Нам надо армию перебросить. Слушай, давайте попробуем сейчас претензию им кинуть. Оправдать цель войны. Да пофигу. О, отлично, 210 дней. Всё, ребята. В смысле, Румыния гарантирует. Ты ладно ты. Мы же друзья. Всё, короче. Хорей готовится. Пошлите, все сюда. Сейчас будем устраивать замес. Чё-то нас армия маленькая. Все на Грецию пойдём. Сейчас ещё надо болгаров подбить. А, мы как раз-таки в союзе, кстати. Вот мы вместе с болгарами пойдём Грецию делить. А там мы увидим, кого ещё дальше. Ну что ж, тогда войска пусть перебрасываются. Мы сейчас подготовимся. Ждём дальше, что произойдёт. А тем временем, гражданская война в Испании всё-таки закончилась. Победили и франксисты. Ну, то бишь, эти фашисты. Так, ладно, там что-то захватили. Так, у нас тут верфи. Освободилась одна. Не хватает ресурсов. Так, национальный фокус. Давайте развитие авианосцев выберем. Не хватает ресурсов. Ну да ладно. Там что-нибудь посмотрим. Так, слушайте, а что мы сейчас вообще у нас вот... С ними вообще можно как что-нибудь придумать-то? Отношение у них к нам хорошее. В смысле, изменить ленд-лист. О, хоре. Война закончилась, сами давайте. Что бы вы без нас делали? Оправдать цель войны зато можно. Ха. Нормально. Улучшить отношения. Но это... У нас разные диалоги, поэтому у нас к ним плохое отношение. Ладно. Посмотрим. Они, в принципе, вот так зная историю и вообще по сути по механике игры, они особо никуда не полезут. Ну, могут, конечно, Франция в редких исключениях объявить войну. Там часть территории возьмут. Но чаще всего они сидят и всё, их больше не видать будет. Так, доступное решение. Давайте посмотрим. Обещание мира. Всё, что можем выбрать, да? И всё. Нет, не надо ничего. Так, ну что, у нас войска-то перебросились, да? Нет, ещё идут. А вы уже пришли, да? Отлично, ребята. Так, в вашей линии фронта. Вы пойдёте вот так. И у вас линия наступления будет... Да ё-моё, подожди. Да ладно, идите прям вот. Вот сюда. Сейчас ещё другие подойдут и другим задания дадим. Так, а, это я уже выбирал всё. Ну идёте, идёте что ли, нет? Слушай, они вообще где все? Ой, блин. Чё-то мне кажется, они попутали. Вы чё там стоите-то? Вы думаете, он один справится здесь, что ли? Давай сюда. Тем более, я тут план вам сейчас нарисую. Готовьтесь. Вот с горы пойдёте. И салон... Вот-вот-вот, давайте. Хотя тут прицболгары пойдут. Ну нафиг, тогда не надо. Хотя ладно, на всякие, вдруг они не пойдут всё-таки. Блин, чё-то какая-то хреновая у нас линия фронта. Вот так вот. Готовьтесь. Я надеюсь, они подойдут. А, тем более, да, у нас же проход открыт. В чём проблема, вы чё? Ладно, ждём. Так, чё там у нас Гитлер-то сейчас? Синтетический каучук решил звучить. Подождать не мог, вот, а. Мы бы сначала сами Австрию взяли. Блин, на стучу линии фронта что-то стоит? А, вот за это, возможно, у нас и проблема сейчас. Погоди. Давай-ка удалим вот это задание. Да-да-да. Вот он поэтому и тупит. Не идёшь, нет. Всё, тогда ожидаем. Так, а знаете что? Какая мне идея пришла? Так как у нас новый правитель, коммунизм, он решил просто всем оккупированным странам просто отпустить их. Сделать нашими марионетками, соответственно, союзниками. Ну, соответственно, они уже будут коммунистами. То есть Ливии можем дать независимость. Отпустим их как марионетку. Давайте так сделаем. И Эфиопию тоже, которую мы так захватывали ранее. А, ещё Австрия. Так, погодьте, давайте пока с Австрией подумаем ещё. Посмотрим, что у нас сейчас произошло в итоге. Так, новая страна, итальянская, северная Африка, коммунистическая. Опа, вот так даже. Марионетка наша. Вот у нас союз уже. И народная демократическая республика. Эфиопия. Отлично. Так, слушай. Я думаю, да, тебе тут уже делать нечего. Давай-ка. Дуй. А, у нас ещё часть территории-то оставили. Да-да-да. Нет, короче, давай. Так. Недоволен греческим провокациям. Ну, это то, что мы претензии кидали на Грецию. Давай, ты нам нужен там будешь. Там греки не хотят коммунистами становиться. Блин, а вы чё? Да ну нафиг. Блин. Ну ладно. Уходите-то с этой территории. Так, а ещё насчёт Австрии. Я вот просто думаю, сейчас, если мы их можем отпустить, конечно, Южную Австрию, тоже коммунистами будут, управление субъектами. А, ну нет, не то. Можем и Албанию сделать коммунистической. Давайте. Новый режим. Албания у нас будет теперь ещё. И дать независимость Австрии. Южную Тироль. Гитлер захватил, но мы их всё равно освободим. Так, вот такой небольшой кусок. Чё это у нас теперь? Австрийская, советская. Да, блин. Австрийская. Да-да, я прочитаю. Вон. Как вы называете-то? Короче, коммунистическая Австрия. Всё с вами понятно. Так, и Албания, да, у нас теперь? Ага, мы на их территории сейчас стоим. Сейчас нас как бы не выкинули. Так, подожди, пароход войск у нас. Да не, нормально. Мы можем уже с их территорией атаковать, по сути. Так, ты готов? А, у нас план отменился. Слушай, а мы сейчас вообще, походу, не сможем достать. Нет, можем, подожди. Можем, можем, можем. В чём проблема? Так. Идётся только повторить всю эту процедуру. Так, короче. Ты сюда? Нет, не сюда. Давай пока сюда. Ты у нас отсюда пойдёшь. И линия наступления у тебя. Вот. Да как бы уже, ладно. Стоп, а я вообще-то производил. У меня сейчас завод-то надо освободить. Чё вы? Девятна... На какой хрен я их производил вообще? Да-да, понятно всё. Это скоро будет махач. Так. Ох, у нас пехотного снаряжения не хватает. Начинает. Это не дело. Давайте-ка немного это... Прибавим. А, хотя... Да, ну чё-то лагает, мне кажется. Чё-то неправильно показывает. Так, ну чё, ребят, вы готовы, да? Ну, сколько нам ждать? Когда-ка, когда война? 22 сентября 38-го года. Так, ну я думаю, что, наверное, всё-таки уже в следующей серии будет эта заруба у нас с греками. Так, здесь войска создаются. Давайте их сразу... Выпускать. Вот. Сюда идите. К этой армии будем прикреплять. Чё, всё, да? Интересно. Так, ну что же у нас сейчас получается? Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. У нас пять союзников получили. Стоп, а где? А, они тут надо смотреть. Так, что же у нас с Альянсом. Итальянский союз стоит в Альянсе Северной Римской империи с другими государствами. Кто же эти страны? Австрийская Советская Республика. Социалистическая Республика Албания. Болгария пока ещё. Народодемократическая Республика Эфиопия. Итальянская Северная Африка. Пакт о непадении. Вот. Югославия, Румыния. Отлично. А чё, мы такой гарантии, что ли, даём? А, поддерживаем рост популя... А, да-да-да, кстати, тоже не указал. Мы поддерживаем рост популярности коммунистов сейчас. В Румынии с Болгарией. Чтобы уж если коммунисты, так коммунисты. Так, ну что же, ждём тогда сейчас ещё немного. Так, а у нас ранее ещё национальный фокус был изучен. И сейчас у нас, кстати, есть возможность... Мы поддержали режим Франко. Теперь мы имеем полное право потребовать одну из важнейших территорий. Болеарские острова. Давайте. Вот это будет интересно. Так, а сколько они у нас будут изучаться? 70 дней. Хорошо. Так, Болеарские острова. Это вот эти вот. Вот, короче, итальянцам вот это вот нужно. Всего, от испанцев. И это якобы как-то их закрепит. У нас флот-то где весь, по-моему, в портах вообще стоит. Так. О, Португалия. А чё у вас тут? А, вы нейтралы. Я понял. Чё у нас Испания там делает? Развитие механизации. Ну, в общем, ничего интересного у них. Что делает Гитлер? Инновация армии. Франция. Поддержать статус-кво. Так, а что этот фокус такой даёт интересный? Так, они тоже по политической ветке. Ну, короче, не готовятся, я понял. Прирост базовой стабильности. И всё. Это так неинтересно. Я думал, у них сейчас тоже какой-нибудь нереальный поворот в истории начнётся. Так, СССР. Антифашистская дипломатия. Хм. Той, дайте посмотрим, что это даёт вообще СССР. Так. Основание НКОП. А, будет хорошее мнение. Так, Советский Союз. Англия и Франция, короче, будут хорошо относиться после этого к Советскому Союзу. А к нам? Кстати, какие у нас отношения с Советским Союзом вообще? Ну, так себе. То, что одна идеология и всё. Может быть, нам пакт о ненападении? Да, давайте-ка. Отлично. Походу, Гитлера вообще там союзников-то не остаётся уже. Если мы сейчас ещё румынов с болгарами переманим. А, Венгрия. Кстати, про Венгрию я вообще не вспомню. Их даже что-то. Ну, короче говоря, всё начнётся, либо мы начнём. Либо после того, как немцы уже Чехословакию начнут. Вот, в эту Судетскую область на эти входить. Всё, тогда будет полная вообще жопа. Ну, здесь у нас отношения... Так, блин, давайте здесь тоже поддержим коммунистов. Здесь вообще всю... Чехословакии нет смысла тратить, потому что, мне кажется, их... Так, падение на Анкино, понятно. Польша, Польша, Польша. Их, в принципе, мне кажется, тоже разберут, поэтому нет смысла в них вкладываться. Вот, в Швейцарию... Да, в Швейцарии толку, что они коммунисты, что фашисты, они никуда не пойдут, никто них не будет трогать. Так, Турция, Турция. Давайте в Турции поддержим партии. Они, как правило, тоже нейтральные будут. Большая часть времени. Так, будь союзник. Будем альтернативу Коминтерну. Пусть Советский Союз там своих союзников себе ищет, мы своими будем. Так, так, так. Ну, чё, ждём тогда ещё немножко. Так, а тем временем, да, мы изучили Болярские острова, переданные государству Итальянский Союз. Проверим. Да, всё верно. Что ж, ну давайте-то на этом сейчас серию завершим, а в следующей серии уже, конечно, начнём прессовать Грецию. Если вам это данное видео понравилось, тогда ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами же я прощаюсь. Всем пока. Пока.